Ну, прежде всего, давайте поприветствуем нашего дорогого, любимого Фалида Исмобильевича. Как обычно, у нас традиционно уже проходит кардиологическое общество с участием Фалида Исмобильевича. Что, коллеги, мы начинаем, да? Я очень рад в очередной раз приехать в Братск. Прошло почти полгода с нашей встречи. В медицине, особенно в кардиологии, очень много новых позиций. Как организационных, так и содержательных медицинских. И у нас есть возможность еще раз их обсудить, поговорить о них. Конечно, время у нас ограничено, но тем не менее, о каких-то моментах мы с вами постараемся поговорить, обменяться опытом, двоими взглядами, позициями, достижениями. И это очень важно, потому что направленность наших встреч, она сугубо практическая. Перед вами темы наши. Немножко в начале мы поговорим о рекомендациях, но вот этот слайд я всегда ставлю в начале обязательным. Конфликт интересов, чтобы вы об этом не забывали. Потому что конфликт интересов, речь идет о влиянии индустрии бизнеса на информацию, на ее объективность и корректность, он чрезвычайно важный и сложный. Вот вам для примера последние исследования в этом году опубликованы о кардиологических рекомендациях японских. И посмотрите, все участники получали спонсорские или грантовские поддержки. Причем сумма, потраченная на разработчиков, достигала 70 миллионов долларов. В среднем каждый получил вот такую сумму, а кто-то получил и более миллиона долларов. Ну то есть индустрия фармбизнес довольно существенно влияет на святая святых, на самое объективное, что может быть, это клинические рекомендации. И мы должны это учитывать. В том числе и сегодняшняя лекция, ну моя по крайней мере, она ведь тоже не избегает конфликта интересов, и вы это должны тоже учитывать. Хотя, безусловно, стараемся, чтобы это было максимально объективно и корректно, но жизнь такова, что ты ее дверь закроешь, она в окно все равно пролетает. Основа современной терапии – это прогнозирование, оценка рисков развития неблагоприятных событий, и в зависимости от этого выработка оптимальной тактики лечения. Не опыт, не квалификация, не интуиция врачебная, а именно оценка прогнозная. Поэтому разрабатываются модели и шкалы многочисленные, на основании которых, ну опять корректно, с умом нужно использовать эти инструменты. Я этим занимаюсь достаточно давно. Многие кардиологи пользуются как в России, так и за рубежом кардиоэкспертом. Есть вот такая книга, которая разъясняет, таким образом правильно, корректно использовать эти прогностические инструменты. И исследование показывает, что использование прогностических шкал, которые основаны на анализе больших групп данных пациентов с использованием сложной математики, в последнее время искусственного интеллекта, это приводит к более эффективному лечению пациентов. Снижение заболеваемости, видите, вот это очень важно. Поэтому нам нужно с этими инструментами работать. И в рекомендациях, если вы заметили, из года в год роль прогностических моделей и шкал, она возрастает. Начнем мы коротко с рекомендаций. Произошли важные события, коллеги. Во-первых, вышли рекомендации европейские, долгожданные по артериальной гипертензии. И во-вторых, были предложены еще отечественные рекомендации, утвержденные Минздравом, что говорит о том, что мы должны очень внимательно их изучать и по возможности максимально использовать в своей практической жизни. Но хочу обратить внимание, что отечественные рекомендации, они все основаны практически на исследованиях, которые проводятся ведущими центрами Европы и Америки, Азии сейчас. Много китайских исследований идет в последние годы. И они сами по себе вторичны. Они не основаны на отечественных разработках. А раз они вторичны, значит, они опаздывают. Тем более они не учитывают последние достижения медицинской науки и практики. А мы-то должны их учитывать. Потому что если мы используем последние достижения, значит, мы более эффективно и качественно лечим пациентов. А если мы используем старые данные, то страдает тогда пациент. Что очень важно в этих рекомендациях? Обратите внимание, вот эта градация. Выделено повышенное артериальное давление в диапазоне 120-139-70-89. Повышенные. Гипертония, планка осталась той же самой. То есть это с медицинской научной точки зрения нового ничего нет. Потому что в 1917 году американские исследователи, видите, повышенные они отметили 120-129. А 103-139 они вообще отнесли уже в первой стадии гипертонии. То есть планка гипертонии все время снижается. И сейчас, по сути, наши европейские коллеги унифицировали свой подход и американский подход. То есть это единая позиция, ну, с небольшими вариациями. А по сути это зона, которую мы должны уже так или иначе учитывать и лечить. Вот это важно. И посмотрите, вот эта зона как раз очень важна для принятия решения с использованием шкал. У нас есть, по сути, одна в Европе надежная валидизированная шкала – это СКО-2. Вот ее мы и используем. И в зависимости от того, какой риск у нас под СКО-2, мы можем выбрать либо немедикаментозные подходы, либо, если он средний и высокий, с учетом еще и других факторов, безусловно, то можем уже назначить антигипертензивную терапию. Опять-таки, эта схема не новая. Она была уже предложена в 2017 году, если видите, да? Там американцы использовали для этого промежуточные группы повышенного давления. Свою шкалу. Сейчас у них новая немножко. И очень важно, что если, допустим, 125, но риск повышенный, а мы уже должны антигипертензивный препарат назначать. Схема вот такая. Там, где зона промежуточная, там нам помогают шкалы моделей, то в российских рекомендациях. Это сам черт ногу сломит. Тут собрано 5 систем прогнозирования. И в основном, кроме СКО, все невалидизированы. Я имею в виду вот эту табличку. Никто ее невалидизировал. Ее нельзя использовать, по идее. Затем вот эта градация – театросклеротические заболевания, хроническая болезнь, пучок диабета и так далее – невалидизирована. Сама СКО-2 плюс стадии, которые невалидизированы, и плюс еще наши разработчики считают необходимым указать еще дополнительно факторы риска ведь в диагнозе. То есть мало того, что есть интегральный механизм шкалы, они еще отдельно зачем-то их выносят. То есть это что, еще улучшит прогностическую способность? И, конечно, вот эти диагнозы, которые приведены нам в качестве ориентира – это нечто. То есть вместо того, чтобы использовать валидизированный инструмент для оценки риска и выбора лечения, мы имеем пять инструментов, и как выбирать между ними очень-очень непросто. Поэтому мы рассказываем как надо, а как есть – ну вот есть так, как есть. Вот схема, которая предложена в наших рекомендациях. Ее очень сложно использовать. Более того, вот зона повышенного давления здесь вообще отсутствует как класс. То есть если современная кардиология стремится назначать лечение уже при незначительном повышении давления, то здесь об этом речи не идет. Это большая, огромная группа пациентов с потенциально повышенным риском в будущем. Она у нас игнорирует. Почему я говорю, да, что наши рекомендации немножко опаздывают по сравнению с современными подходами ведения, и вы должны это учитывать. Потому что нам нужно лечить максимально эффективно. В этом году была валидизирована шкала Prevent Американская. Она интересная. Они включили функцию почек сюда. А это же важно, да, фактор риска. И они снизили порог с 40 до 30. И это заметно повышает наши возможности. То есть в ряде случаев можно использовать именно эту шкалу, особенно там, где шкала СКО не работает или менее эффективна. И в кардиоэксперте в третьей версии есть и эта, безусловно, шкала. Мы ее туда поставили. Когда мы говорим о выборе препаратов, мы все четко должны понимать, что мы должны снизить давление. И неважно, чем вы это снижаете. Но выбор препаратов тоже имеет определенное значение. Например, известно, что бета-блокаторы не так эффективны при гипертонии у многих пациентов. Например, это знаменитое исследование SPRIN. Вы, наверное, много слышали, да, которое снизило план лечения артериальной гипертонии. Год анализ был проведен. Там выяснилось, что теозидовые диуретики и блокаторы ренино-гетезина системы предпочтительнее, чем другие препараты. Следующие рекомендации по хронической коронарной болезни. И соответствующие рекомендации, которые были разработаны экспертами российского кардиологического общества и утвержденные Минздравом. То есть те, которые должны в более полном объеме учитываться, начиная с 2025 года. То главное в этих рекомендациях. Большой акцент сделан на ранние стадии. Опять-таки, да, на ранние стадии атеросклеротического процесса. То есть там, где мы видим еще не симптомные пациентов без бляшки или с малой бляшкой. Ведь КТ-ангиография нам сейчас позволила выявить большое число пациентов с бляшкой, которые либо не имеют симптомов, либо малосимптомные. И вот им в этих рекомендациях уделяется большее внимание, чем это было раньше. Ну вот здесь такая картинка. Это уже традиционно. Многие используют айсберг. И вот у этих пациентов с необструктивной коронарной болезнью пытаются уже выделять разные варианты. И не только классический эпикардиальный вазоспазм, но и разные варианты болезней малых коронарных артерий. Там и со спазмом, и с вазодилатацией, и с аномальной реакцией. Но хочу обратить внимание, что исследовательская база очень слаба пока. Мы и диагнозы не всегда можем поставить. Вот я имею в виду патогенетические варианты. Ну и само собой у нас пока еще надежного доказанного лечения нет. Но процесс идет, и я думаю, что в ближайшее время мы уже получим исследования, которые помогут нам более дифференцированно и более точно вести эту огромную массу пациентов с коронарной болезнью без обструктивной бляшки. Вот это очень важный момент. Он связан с тем, что много пациентов мы направляем на коронарную ангиографию, а там у нас нет обструкции. То есть фактически мы делаем это зря. Более того, мы подвергаем их риску и поражению почек контрастному, и другим рискам. И с другой стороны тратим большие ресурсы. И, конечно, основной пока путь – это претестовая вероятность. Она пока, вот я вижу в реальной жизни, ну нет, да, конечно, это видно, что она нет, но она должна, понимаете? Вы ее должны пытаться использовать все шире и шире. Понятно, что те таблицы, которые вы раньше видели, они несовершенны. Понятно, что периодически они дают сбои. Но это лучше, чем если мы интуитивно всех будем направлять на коронарную ангиографию, получая много так называемых, да, пустых коронарных ангиографий. Претестовая вероятность здесь тоже совершенствуется. Вот сейчас в последних рекомендациях предложены новые модели, более эффективные и более точные. Опять мы включили их в кардиоэксперт. То есть там рассчитывается все автоматически по довольно сложным формулам. И это позволяет более эффективно выявлять группу пациентов высокого риска обструктивной болезни. И, соответственно, повышает эффективность, качество и безопасность инвазивной ангиографии. И специалисты по ревоскулиризации получают больше пациентов, которым необходимо провести ревоскулиризацию. Как и любая шкала, она имеет свои ограничения. И, конечно, мы должны понимать, что есть и факторы, которые усиливают риск, те, которые ослабляют риск. Безусловно, клиническую оценку состояния пациента, его особенностям жизни, семейному анамнезу. Это никто не отменял. Поэтому не надо строго только на цифры полагаться, принимая решения. Это вы, как опытные врачи, безусловно, все хорошо знаете. Вот здесь вы видите последняя версия кардиоэксперта. Видите, уже шкала здесь есть. Появились рекомендации по хронической сердечной недостаточности. Тоже вы их многие видели. И мы даже перед нашим мероприятием уже успели часть из них обсудить. На что бы я хотел обратить внимание? Мы говорим о конфликте интересов. Я посчитал 62 специалиста. Это большая когорта известных людей, многие из которых неоднократно бывали в Иркутске, даже в Братске бывали, с лекциями выступали. Они постоянно выступают на Российском кардиологическом конгрессе. Но что я вижу? Ни один из них, оказывается, не имеет конфликта интересов. Дело в том, что это может повлиять на качество выводов, которые в этих рекомендациях содержатся. И мы на одном из них остановимся с вами. А вот, кстати, для примера вам. Это многостраничные приложения. Вот это Европейское общество кардиолога. Видите? Вот член. Вот это фирмы, с которыми он сотрудничает. Второй список. Вот это американские. Там вообще чуть ли не 10 градаций в разных аспектах. Кто с кем сотрудничает. Лекции читает, не читает. Где работает, не работает. То есть, конфликт интересов в современных международных рекомендациях представлен достаточно четко. Это очень важно, потому что это влияет на объективность документа. А у нас никто не имеет никаких связей с компаниями, производящими лекции. А значит, что интересно здесь? Интересна классификация. Ну, во-первых, вот эта предстадия, стадия 1-2, это ничего нового здесь нет. Это международная, американская, а потом и европейцы приняли ее, классификация ABCD, так называемая. То есть, стадия B, когда у нас дисфункция левого желудочка без симптомов. Стадия C, собственно, сердечная недостаточность. И D, это далеко зашедшая. В принципе, наши сделали что-то похожее, назвав по-другому, но это разумно. Нужно ли было делать свою, или можно было бы взять международно признанную аббревиатуру? Это вот вопрос для обсуждения. Ну, наши коллеги решили, что все-таки отечественная кардиология должна свое веское слово сказать. И решили, что вот у нас будет название такое. Ну, это-то ладно, а вот это проблема. Вот сниженная, сохраненная, а вот посмотрите, как они сформулировали. Умеренно сниженная. Посмотрите, как это трактуется в англоязычной литературе. Майдли-Редюс, боделайн, пограничная, промежуточная. Это разве умеренно сниженная? Нет. Акцент-то совсем другой. Вот в своих книгах я использовал термин пониженная, он как-то помягче. Можно было промежуточная, тоже бы неплохо. Но умеренно сниженная, это фактически приближает вас к сниженной. Ну, та же сниженная, только умеренная. Вот это вы должны четко понимать. Но видите, в чем проблема? Проблема в том, что большинство исследований по сохраненной фракции выброса, посмотрите, какую фракцию выброса собрали, 40-45. Исследования-то, в принципе, объединяли сохраненную и промежуточную. А мы сформулировали по-другому. И более того, посмотрите, как в аббревиатуре стоит. Если здесь умеренно сниженная, аббревиатура-то умеренно низкая. А кто-то будет, вот эти нюансы, не все могут учитывать их. Вот так впрямую, если просто брать, то проще объединить, умеренно сниженную и сниженную, и вести как низкую. Хотя на самом деле это неверно. Но это очень сложный вопрос. И Сергей Дашан-Нимаевич, наверное, больше, чем все мы, знают об этом. Цифры. Вы же можете одного пациента направить к трем разным специалистам и получить низкую промежуточную или даже порой сохраненную фракцию выброса. И я даже вам тоже показывал вот эти случаи, которые... То есть может быть неверная оценка. Мы не обсуждаем, почему она произошла. По техническим причинам, по другим, по аппаратным и так далее. Мы просто констатируем факт, что измерения могут быть разные у одного и того же пациента. Более того, сам процесс может меняться. Сегодня один, через неделю может быть и по-другому. Правда же? То есть может же и динамика процесса, влияние нагрузки, пред, да? Объем убрали немножко, и по-другому будет уже работать и показывать результаты эхокардиографии. Понимаете? Поэтому есть вот такое предложение, я его часто использую в своей практике. Просто пишу фракцию выброса. Что очень важно, можно, если у одного и того же пациента, допустим, и специалиста на одном аппарате смотреть, можно динамику более надежно определить, куда идет тренд. Либо он флюктуирует в одной зоне, в промежуточной, допустим, или постепенно он переходит в низкую фракцию. Или наоборот, восстанавливается. То есть выходит на сохраненную фракцию выброса. И когда пишешь фракцию выброса, желательно еще дата указывать, какого числа это было, да? Потому что через неделю при динамичном процессе это может быть по-другому совершенно. А вот следствие, кстати, этого. Возьмем, допустим, сокубитрил вальсарта. Что написано в наших рекомендациях? То у пациентов с умеренно низкой или умеренно сниженной рекомендуется рассмотреть использование для снижения риска госпитализации и смерти пациента. Ну, так написано. То есть вот в этой промежуточной зоне этот препарат должен работать. Обращаемся к самому исследованию Paragon HF. Что написано в выводах этого исследования? То вообще-то он никак не повлиял. Не на чистоту госпитализации сердечной недостаточности, да, не на смертность. В первую очередь на госпитализацию. И это подтверждает же и международные рекомендации, в частности европейские. Вот смотрите, мидрейндж, да, промежуточные. Там же только ингибиторы натрия-глюкозного транспортера 2 и диуретики. Все, все остальные класс 2Б. Ну, то есть фактически не работают. А у нас-то класс 2А. У меня есть несколько вариантов. Редактор что-то набутал. Ну, я как автор многих публикаций могу сказать, что такое встречается. Проблема с переводом. Мы не носители языка, а может маленько что-нибудь и ошибемся. Третье. Наши эксперты провели собственный анализ и пришли к другим выводам. Такое тоже возможно, если дадут данные. И четвертое. Конфликт интереса. Вот как вы думаете, какой наиболее вероятный? То есть здесь, конечно, вполне возможно, существенную роль сыграл конфликт интереса. Иначе не совсем понятно вся вот эта логика с классификациями, с трактовками. Ну, вот это меня, конечно, сильно удивило. Прямую противоречить результатам исследования и международным рекомендациям – это сильно. Это сильно, я вам скажу. То есть должен быть сильный мотив. Он, видимо, был очень сильный. Это рабочая гипотеза, то есть это как вариант мы обсуждаем. Вот эту схемку мы делали для этой книжки, она очень популярна, ее широко используют практикующие врачи. Это вот 12-е издание в этом году вышло, а вот в 13-м она будет уже изменена. Вот именно с учетом вот этой вот проблематики. Видите, вот этот диапазон немножко будет смещен в зону вот этой промежуточной. Потому что это же промежуточная, да, то есть часть из них фактически надо трактовать как фракцию выброса 40 и ниже. У пациента 41% фракции выброса после инфаркта миокарда. Ее как надо трактовать? Как сохраненную промежуточную или как низкую? Ну, конечно, как низкую, скорее всего, да. Поэтому, конечно, в ряде случаев вот эта промежуточная группа, пониженная или как ее вы не называете, часть этих пациентов лучше трактовать как фракцию низкую. С учетом всех других клинических факторов. Там и теологии, допустим, да, динамики течения заболевания, показатели эхокардиографии. То есть это не должна быть такая статичная классификация. Вот назвали и все, и лечим как назвали. Это на самом деле может быть другая ситуация. И это надо понимать. И смотрите, если мы говорим о вот этой пониженной, ну, я ее так называю, промежуточной, и сохраненной фракции выброса, да, то здесь, конечно, основной это ингибитор над глюкозным транспортером. И если мы говорим об антагонистах минералокортикоидных рецепторов, то их доказательная база слабая. До этого года, когда появилось новое исследование по фенеринону. Вот о чем мы с вами говорили. Антагонисты минералокортикоидных рецепторов хорошо работают на низкой фракции. И не очень хорошо работают на пониженной и сохраненной. Почему мы их объединяем вместе? Потому что все исследования их, как правило, объединяют. Вы же видели эту градацию, да? Как правило, это 45 и выше или 40 и выше. Поэтому они хорошо работают здесь, а здесь эффективность их намного слабее. Это метаанализ, кстати, рандомизированных контролемых исследований, если что. А вот это исследование, которое в этом году было опубликовано онлайн, пока еще сам печатный документ не вышел. Посмотрите, фенеринон – это нестероидный антагонист минералокортикоидных рецепторов. Мы о нем уже говорили несколько раз. Его на рынке еще пока не появился, но мы ждем его появления. Вот он оказался эффективен у этой группы пациентов. Таким образом, наряду с ингибиторами натреглюкозного котранспортера мы получаем еще один препарат, который может снизить частоту госпитализации и улучшить прогноз наших пациентов. Я интереса для вот эту табличку нашел и перевел ее, чтобы было понятней. Три классических. Сперонолактон и эплеринон мы знаем, фенеринон не очень пока. Что мы видим? Это оба стероида. Но у эплеринона заметно выше селективность. Поэтому побочных эффектов у него намного меньше. Но это вы хорошо знаете. Посмотрите, разница в селективности. Вообще колоссальная. Это концентрация, которая действует на рецепторы. А это соотношение распределения препарата в почках и сердце. И вот здесь вы видите, что по отношению к фенеринону эплеринон занимает где-то промежуточное положение. То есть он больше накапливается в сердце, чем, например, тот же спиронолактон. Он обладает селективностью, но очень привлекательно выглядит фенеринон, конечно. С достаточной селективностью и с хорошей концентрацией в сердце. Почему он, собственно, стал работать-то лучше, чем другие антагонисты минералокортикоидных рецепторов? И вообще интересно, он относится-то вообще к дегидроперидинам. А мы ведь знаем этот класс как антигипертензионный, в общем-то говоря. Химикам удалось создать формулу, она, видите, сильно отличается от этих формул, которая обладает уникальными свойствами и помогает решить одну из сложнейших проблем кардиологии. Сейчас в основном тенденция на комбинации. Квадритерапия прямо у нас вот на флаге. Все четыре назначаем, давление падает, что делать не знаем. Нам главное четыре препарата назначить одновременно. Вот это очень сложно, понимаете. Если каждый препарат в отдельности эффективен, то вот эффект суммы, он может быть очень разным. Это не арифметическое сложение, это комбинация. И вот каков вклад в каждой комбинации, это вот задача неизученная вообще. Ну вот попробовали разные комбинации сравнить, но не очень понятен вклад каждого препарата в этих комбинациях. Вот для низкой фракции выброса вот такую построили математическую модель, и выяснилось, что антагонисты минералокортикоидных рецепторов наряду с бета-облокаторами и с аккобитрилом варсавертаном очень прилично смотрят. То есть они сопоставимы по эффективности. Поэтому для этой группы пациентов, безусловно, антагонисты минералокортикоидных рецепторов должны широко использоваться в ряде случаев с учетом селективности высокой, несмотря, может быть, на чуть большую цену этих препаратов. Вот еще интересные рекомендации, они уже касаются фибрилляции предсердий. Мы каждый раз встречаемся, и каждый раз акцент делаем на какой-то проблеме кардиологической в большей степени. Сегодня я бы хотел чуть больше поговорить о фибрилляции предсердий, пользуясь тем, что вышли европейские рекомендации по фибрилляции предсердия. Ну, еще раз, да, это вы хорошо знаете, это для каждого заболевания можно такую табличку сделать. Системный подход. Борьба с факторами риска, избегание тромбозов, контроль аритмии и обследование, наблюдение и контроль. Очень важно понимать, что если пациент пришел в 30 лет с фибрилляцией предсердий, к ним повышенное внимание, у него прогноз будет не важен. Потому что рано началась фибрилляция. А это же кардиомиопатия, по сути-то, да? Значит, органический процесс идет. Значит, у него годы потерянной жизни будут самые большие. А если пришел в 90 лет, ну, как бы там уж не так уж все драматично, и ожидаемо продолжение жизни не так велика. Поэтому здесь, конечно, мы должны как можно больше внимания уделять борьбе с аритмией и факторами риска. От чего умирают пациенты? Вот, пожалуйста, от сердечной недостаточности. На первом месте вторая причина – это внезапная сердечная смерть. Ну, а где наши инсульты, инфаркт? Намного реже. То есть мы должны понимать, откуда у этих пациентов угроза. И на это направлять повышенное внимание. Безусловно. Не ограничиваясь только борьбой с инсультами. Конечно, сейчас много мобильных устройств можно на дому как бы мониторировать. Ну, вот попробовали два раза в неделю оценивать ЭКГ с помощью приложения для смартфона. Выяснилось, что, в общем, это мало что дает. То есть необходимость вот частого регистрации ЭКГ, чтобы поймать случайно фибрилляцию предсердия – это недостаточно эффективная стратегия. Более эффективно, если мы используем пролонгированные мониторинги. Ну, вот у нас есть восьмисуточные в нашем центре. В данном исследовании был семисуточный мониторинг. Да, конечно, там 4% всего фибрилляции предсердия – это не так много, да. Но много других аритмовых. И у одного процента пришлось имплантировать что-то. Ну, то есть это, конечно, стратегия мониторирования более эффективная, несомненно. Фибрилляция предсердия – ну, все прекрасно знают, это фиброз левопредсердия – это предсердная кардиомиопатия, по сути. То есть не надо писать, да, ИБС, запятая фибрилляция предсердия. ИБС – это заболевание коронарных артерий, связанное во многом с атеросклерозом, поражающее левый желудочек. Фибрилляция предсердия – это предсердная кардиомиопатия с фиброзом левопредсердия, с очагами, чаще всего, из легочных вен. Чувствуете разницу? То есть разные абсолютно заболевания. Это не значит, что они не влияют друг на друга, да, но это просто разные заболевания. Просто я в диагнозах часто это вижу, у меня это вызывает некоторое удивление. Но его очень сложно диагностировать, потому что основные вот эти маркеры, допустим, изменение предсердного комплекса на ЭКГ, дилятация левопредсердия, частота предсердных экстрасистов, они, видите, плохо коррелируют между собой. И с фиброзом тоже неважно коррелируют. То есть как бы чётких критериев пока предсердной кардиомиопатии нет. По идее диагноз как надо было ставить? Предсердная кардиомиопатия, запятая фиброза предсердия. Ну так правильно. Дальше запятая с триггером из легочных вен или из коронарного синуса, например. Ну вот это правильный диагноз. Но его в практической жизни непросто поставить. Предсердный экстрасистол – это индикатор предсердной кардиомиопатии. Например, посмотрели у пациентов с криптогенным инсультом и выяснилось, чем выше число экстрасистов, тем выше вероятность того, что этот криптогенный инсульт, а их много таких инсультов, с невыясненной этиологией, скрывается за ними просто невыявленная фиброза предсердия и всё. То есть, если вы видите пациента с частыми предсердными экстрасистами, надо больше усилий направить на регистрацию, может быть, разными мониторинговыми системами, хотя бы чистотой ЭКГ, хотя бы банально, выявлением фибрилляции предсердия, а не заниматься только борьбой с лечением предсердных экстрасистов. Хотя они могут быть триггерами фибрилляции предсердия. Ну вот это тоже интересное исследование. Вообще врачи как-то недооценивают страдания пациентов. Ну понятно, что у нас есть психологический барьер, нам себя сохранить надо, в общем, это правильно, я считаю. Но как-то фибрилляция предсердия считается, ну и, собственно, и ладно. Но исследования показывают, что мы часто недооцениваем состояние, качество жизни. Ну подумаешь, там тяжеловато поднимаешься по лестнице, ну и, господи, ваши-то годы. Понятно, что чем дольше длительнее фибрилляция предсердия, тем хуже прогноз от других заболеваний в первую очередь. По диете исследований большое количество. Это вот довольно большое исследование, систематический анализ, который пришел к следующим выводам. Ну алкоголь понятно, да? Алкоголь триггер. Возможно, у ряда пациентов может быть эффект средиземноморской диеты. Но все остальное не влияет. Более того, вот эти полиненасыщенные жирные кислоты, да, омега, вот некоторые любят, купи препарат, да, и пей, чтобы аритмии не было. Но мы же говорили с вами, что они повышают риск фибрилляции предсердия. Ни на что особо не влияют, но какие-то там негативные даже последствия могут быть. Поэтому аккуратнее вот с такими назначениями. Алкоголь понятно. Если воздержание, то тогда, конечно, заметно лучше прогноз. Эту позицию мы тоже уже обсуждали. Это позиция последнего десятилетия, наверное. Не контроль частоты сердечных сокращений, а контроль аритмии. Потому что если меньше по продолжительности будет аритмия, то тогда и следствия негативные сердечно-сосудистые, в том числе те, о которых мы с вами говорили, выше, сердечная недостаточность та же самая, они будут меньше, и выживаемость будет лучше, и качество жизни будет лучше, и деменции будет меньше. Но антиаритмическая терапия – это серьезная вещь. Это проаритмические риски. Это повышенная вероятность обмороков и имплантаций кардиостимуляторов. То есть если вы уж работаете с ними, то уж знаете, с чем вы работаете. И смотрите за ними, за КУТЭ, за другими проблемами. И я вам хочу сказать о фликоиниде. Почему фликоинид появился у нас? Российская компания. Видаль, откройте. И мои пациенты уже некоторые на зарубежном, а кто-то уже на отечественном фликоиниде. То есть это класс 1С пропофенон, но более сильный. То есть его можно также использовать 200-300 мг для купирования. Ну помните эту градацию. Как у пропофенона то же самое. До 70 кг доза меньше, после 70 – 600 или в данном случае 300 мг. И для профилактики также вы его можете использовать. Нет, ингаляция – это чтобы как бы повод было новинки рассказать. Ингаляция – это они создали формулу ингаляционную. Оказалось, она тоже работает. Может быть, она и появится скоро у нас. Но не думаю пока. Но самое главное, что появилась таблетированная форма отечественной фликоиниде. Имейте в виду, что у нас арсенал… Потому что это сильный препарат. Но со всеми рисками, само собой. Конечно, вот этот коморбидный треугольник, я его по аналогии, кстати, с аритмогенным треугольником, я его придумал. Поэтому я люблю его показывать. Я считаю, это выдающееся творение такое. Но я его показал не поэтому. Я показал просто потому, что мы с коллегами-психиатрами создали российские рекомендации, психические расстройства у пациентов с сердцезными заболеваниями. И в один основном номере РКЖ уже всё там, верстка идёт, появятся вот эти рекомендации. Это год мы работали, это была тяжелейшая и очень интересная работа. Я почему об этом говорю? Потому что качество жизни, напоминаю, в большей степени определяется эмоциональным состоянием, нежели нашими соматическими кардиологическими проблемами. То есть тревогой, депрессией и так далее. Я считаю, это крайне важный всё-таки элемент лечения. Лечение. Образ жизни понятен, да? То есть не только контролируем эритмию и тромбоэмболии, гипертонию, массу тела, физические нагрузки, курение и всё такое прочее. Это важнейший элемент лечения. То есть если вы пишете всё это для коронарной болезни, то вы тоже самое должны писать для фибрилляции даже изолированной формы. Физическая нагрузка благоприятно влияет, отказ от курения тоже благоприятно влияет. Если где-то произошёл инфаркт, значит, думаем о фибрилляции в почках, там, не знаю, в ноге, там или где-то. Откуда, да? Откуда? Всё-таки из вот этого придатка левого предсердия. Видите, разные формы, разные морфологии есть. Это продолжает изучаться. И при более сложной морфологии, там, где кровоток будет ниже, там вероятность, конечно, развития выше. То же самое для криптогенного инсульта. Если мы там находим сниженный кровоток какой-то, если мы, допустим, разглядели при помощи компьютерной томограммы контрастирование структуру придатка, она какая-то аномальная или большая или сложная, то это в пользу того, что там возможна фибрилляция предсердий. И, может быть, в ряде случаев, даже если вы не доказали, но есть много косвенных признаков, может быть, есть смысл и назначить антикоголин. У нас легко объединяет фибрилляцию и трепетание предсердий. Но это разные ритмии. Особенно классическое трепетание. Там же сокращение-то, по сути, хорошее. Кровоток-то там не сильно падает. Поэтому риск стромбомболита там поменьше. У нас всё время тенденция упростить всё, да, объединить всё в одну группу. Вообще квадритерапия, чтобы выбора не было, чтобы всё далее, всё у нас правильно было. Ну вот смотрите вот это исследование в зависимости от шкалы ЧАЦ-ВАЗ. Видите, синенькие – это трепетание, а это чистота инсультов. А красненькие – это фибрилляция. Чувствуете разницу? Сравните синенькие и красненькие столбики. Поэтому в ряде случаев, когда есть другие факторы риска кровотечения, например, у нас есть больше оснований отказаться от антикогулянтов. Есть и классическое особенно трепетание предсердий. Ну, пила вот эта, да. Шкала, она постоянно уточняется. И вот это исследование говорит, что любая сердечная недостаточность, любой фракции выброса может трактоваться как признак повышенного риска инсульта. А вот это исследование 2018 года. Вот в книжке по прогнозированию, вот в которой вы видели, я о нём упоминал, кстати говоря. Они попробовали убрать пол. Ну, потому что женщина всё время мешает. В шкале я имею в виду. Надо же балл добавлять, убирать его. Всё остальное понятно. А женщина, она вариабельна. Это 2, 1. Это всё время путало практикующих врачей. И попробовали женщину убрать. Вот это СК, это секс-компонент. Его решили убрать. Оказалось, нет. Нет, не получилось убрать. Потому что, как бы, показатели стали хуже. Ну, то есть у женщин риск всё-таки был выше. Когда стали изучать данные разных временных когорт, выяснилось, то, что было раньше и сейчас, это разные вещи. Разница между полами, гендерная, она нивелировалась. Можно пол игнорировать. Видите? И кривые практически одинаковые. Но если вы посмотрите СИС-статистику, что с полом, что без пола, эта шкала плохая. Она как была плохой, она лучше не осталась. СИС-статистика 0,5 – это случайно. Это вы монетку вот подбрасываете. Вот так вот и всё. А здесь 0,56. Просто лучшего нету. Вот в чём беда. Или, по крайней мере, её продвигают как лучшую. Только в этом всё. И я почему о ней говорю? Потому что в последних европейских рекомендациях вот эта шкала рекомендована. Пол можно исключать. Борьба за равенство мужчин и женщин достигла этой шкалы. Ну, вы же знаете последние тенденции. Шкал убирает расу, пол. Ну, потому что сейчас запутаешься. Разновидностей же много, да, гендерных. Проще убрать, непонятно, как трактовать всё. И вот событие, которого мы долго ждали и, наконец, дождались. В декабре на нас обрушатся дженерики ревороксабана. А в следующем году дженерики апексабана ещё появятся. И это здорово. Я хочу сказать, что не надо думать, что назначение антикоагулянта – это спасение от инсульта. И что если вы его не назначите, у пациента в ближайшее время обязательно будет инсульт. Ну, ничего подобного. Ну, вот возьмите вот это исследование отрезия. Сравнивали апексабан и аспирин при Чацвазг меньше 4. Никакой разницы вообще не нашли. Ну, то есть не преувеличивайте значение антикоагулянта в борьбе с инсультом. Не преувеличивайте. Так уж катастрофы, если нет других оснований назначить или там противопоказан. С другой стороны, мы антикоагулянт назначили, а у него всё равно ишемический инсульт. Всё равно. Почему? Потому что инсульт-то может быть не только эмбологенным. Он же может быть от бляшки, допустим, атеросклеротической в частности. Кроме того, антикоагулянт может не работать. Если вы думаете, что 20 мг у всех работает одинаково. Варфарин – да, мы там дозу подобрать можем. Варфарин-то мы регулируем. А посмотрите, вариации, концентрации. Славненько, да? Куда попадёт пациент? Сюда или сюда? А кто его знает, куда он попал? То есть у него будет избыточная антикоагуляция или недостаточная? В среднем у 10 тысяч человек вроде всё будет неплохо. А у этого пациента? А мы не знаем. С варфарином мы знаем, что у нас МНО. А здесь мы не знаем. Это вот недостаток. Отсутствие рутинного контроля за антикоагуляцией при современных антикоагулям. Ну и вот это две недели назад у нас такая тропа есть. По Байкалу мы ходили. Везде уже облетело, а Байкал-то он же более тёплый, да, получается. И там весь золотой вот мы фотографировали его. Ну всё, коллеги, спасибо за внимание. Я думаю, обсуждение мы перенесём, наверное, на последнюю часть нашу, да, когда мы сядем, посидим и будем обсуждать, потому что времени сейчас нету. Продолжение следует...